Особое мнение на 101FM Дмитрий Михайлович, что вы в течение года говорили по поводу тех или иных ситуаций, комментировали те или иные вещи И вот нашел комментарий, данный нашей радиостанции, еще в начале этого года, 22 февраля это было Вот прямо цитата Думаю, что богаче и счастливее жить мы не будем Вот я сейчас не буду говорить за всех, за других людей, да, я сейчас могу говорить только за себя Вот лично я богаче и счастливее в этом году жить не стал Ваш прогноз сбылся Ну тут на самом деле не так было, это сложно предугадать Потому что в последний период довольно-таки большого времени К сожалению, жители нашей страны и жители Кировской области реально не ощущают себя богаче и счастливее По многим причинам и в данном случае, наверное, если мы сейчас будем обсуждать 22-й и планировать 23-й, я думаю, что тенденция эта сохранится и в 23-м году То есть, видимо, на неопределенный промежуток времени, да, именно такое настроение будет главенствующим Я думаю, что мы зашли в зону трамбуленции, как называют летчики, да, когда это потрясают Я думаю, что этот период будет длиться там, ну, минимум 3-5 лет Ну, 22-й год был годом выборным, да, мы выбирали главу региона, мы выбирали депутатов Кировской городской думы Ну, не знаю, может быть, какую-то наивность проявлю, да, сказав, что выборы это в том числе и надежда на перемены, да, на перемену в лучшую сторону Вот так или иначе, как вы с этой точки зрения оцениваете Давайте выборы главы региона сначала обсудим На самом деле, вы, наверное, мы тоже с вами в начале года обсуждались И я конкретно говорил о том, что период, если губернатором останется губернатор Васильев и его команда, то период будет очень сложный Значит, я сейчас окончательно понимаю, что с той ситуацией политической, экономической, которая сложилась вокруг не только Кировской области, а всей России Это СВО, значит, и это пакет санкций, и, как бы, вот эти все военные действия Значит, конечно, та команда еще бы гораздо более проблематична и более хуже управляла бы территорией Потому что в данном случае мы все прекрасно понимаем, что губернатор Васильев с его командой, там, вместе с представителем правительства На протяжении четырех лет преследовали только какие-то личные и коммерческие цели, а точно не благосостояние жителей Кировской области Я помню, в мае изданию «Репортер» вы комментировали уход Игоря Васильева Тогда вы высказали мнение, что это был один из худших, самый худший, а нет, один из самых худших губернаторов за последние 25-30 лет И вы упоминали, что это неэффективная работа, непрофессионализм команды, ну и так далее, ну и коррупция И мы сейчас это видим, что, допустим, сейчас уже конец года и контрольно-счетная палата там очень много работы сейчас проводит и по госпредприятиям, и вообще по развитию экономической ситуации И вообще то, что вскрывается уже сейчас, да, мы видим, что это была вообще какая-то очень мафиозная структура, которая, в общем-то, основной целью ставила, еще раз говорю, что сделать так, чтобы они эти четыре года, проработав на территории Кировской области Приобрели какой-то определенный финансовый результат, именно личный, а не в плане того, что там никто задачи расцвета Кировской области и благосостояния кировчан, и там как бы как выйти на те параметры, которые не так сильно нас бы отличали от соседей по развитию, да, но никто такие цели и задачи не ставил Это сейчас понятно уже окончательно, и то, что сейчас происходит, я бы сказал, что это такое определенное последствие вот этих четырех лет работы, значит, и вот эти все крупные скандалы, особенно сентябрьские, когда мы на Россию А что вас больше всего выводит, так скажем, из себя, да, из деятельности предыдущей команды? Меня, знаете, выводит, почему-то, как бы, если мы вернемся к выборной кампании, вы помните, что после того, как был арестован губернатор Белых, значит, пришел... В июне 16-го года Да, в июне 16-го года, и год, по-моему, исполняющим работал Васильев, потом были выборы, и этот его лозунг, там, наведем элементарный порядок, значит, и поддержка 72-х или 73-х процентов населения Кировской области в поддержку этого человека, значит, который, в принципе, оказался совершенно, как бы, наверное, не тем руководителем, в которого верили, и вот эти надежды, как ты говоришь, испытывали с приходом нового человека Значит, эти надежды не оправдались, плюс мы видим его отношения, там, последние полгода вообще к территории, где он никакого интереса не испытывал, всем руководил председатель правительства, всем известный Александр Анатольевич Чурин Значит, и в данном случае мы сегодня ощущаем именно вот эти 4 года, которые потеряны для области с точки зрения социально-экономического развития Значит, ну, понятно, как бы, вот сейчас куда ни коснись этой компании, это государственное предприятие Куприд, это Виат Автодор, это Гороэлектросеть, это куча всяких различных наших мупов, которые, в общем-то, сегодня находятся в тяжелейшей ситуации И как мы сегодня уже начинаем понимать, что это были такие, вроде, с одной стороны, государственные предприятия, а на самом деле это были частные компании, которыми распоряжался председатель правительства Ну, в заслугу предыдущему губернатору Кировской области ставили, в частности, хорошее отношение с федеральным центром Участие в федеральных программах, федеральное финансирование, например, проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Это же еще при Васильеве, у нас абсолютно все начиналось Ну, на самом деле, это все начиналось еще гораздо раньше Значит, это все начиналось еще при губернаторе Белых Это потом продолжалось, потому что, в принципе, на какой-то момент мы с вами понимали, что, особенно, там, 17-18-19 год В стране были деньги, и федеральный центр довольно-таки много по всем территориям раскидывал на эти программы «Безопасный город» и все-все прочее Они как бы, они шли, и я не думаю, что тут есть большая... То есть только ленивый бы... Ну да, если, как бы, тут главная задача была эти деньги осваивать И в данном случае я не думаю, что это какая-то заслуга, там, председателя правительства или губернатора Васильева За то, что я больше, кроме этого, вообще не могу ничего сказать, где мы, где что-то еще там построили новое Или что-то нас какой-то там проект заработал Но обещаний было очень много, там, чуть ли не у васяки Я помню, какой-то был год, наверное... А, в 21-м году губернатор и председатель правительства рассказывали, там, на ближайшие 5 лет Путь развития Кировской области, ну, там было, конечно, все очень грандиозно Но я думаю, что это было все неосуществлено И спросить-то сейчас... Можно вообще спросить-то, нет? А это такая традиция, мне кажется, вообще на Руси ни с кого ничего не спрашивают Ни с кого ничего не спрашивают Значит, вот одни ушли, пришли другие Значит, если, как бы, потом придут третьи А, как бы, все неудачи, они списываются за счет бюджета и населения Кировской области Ну, экс-губернатор Васильев говорил о том, что, продолжив свою карьеру в федеральном центре Он ее продолжает, да? Мы знаем Ну, мы так можем сказать Он будет каким-то образом там помогать и поддерживать Кировскую область Которая, ну, стал ему там родной или что-то в этом роде он говорил, да Ну, я думаю, что это просто громкие слова Тем более он работает там с заместителем руководителя Росстата Но если он будет только нам помогать, чтобы ставить показатели Росстата по Кировской области гораздо выше, чем они есть на самом деле Чтобы не показывать именно, куда на самом деле провалилась Кировская область А если мне память сейчас не изменит, мы буквально вот это обсуждали на пленарном заседании 21-й год и 20-й, все показатели Росстата по смертности, по рождаемости, по уровню жизни в Кировской области очень плохие То на самом деле, если брать Росстат его, где он сейчас работает, то вообще он работает против нас Я имею в виду, что все показатели Там миграция высокая, смертность там высокая, рождаемость низкая Значит, ну и вот так кругом, да, куда ни возьми, везде так Ну, я помню, мы с коллегами-журналистами обсуждали эту тему Да, и переход Васильева на работу в Росстат Может быть, он будет каким-то образом цифрами, да, манипулировать как-то И тем самым улучшать ситуацию на бумаге хотя бы в Кировской области Ну, то, что у него не получилось в его работе, он может сейчас манипулировать Ну, мы так шутим, конечно, ничего он это не сделает Но он будет манипулировать цифрами и показывать, что на самом деле Его работа 4 года, даже 5 в Кировской области принесла великий результат для области И на пандемии тоже деятельность губернатора Васильева никоим образом не сказалась В том смысле, что мы там хорошо прошли этот пандемийный период На ваш взгляд, достаточно ли мер там применялось, принималось? Ну, вы знаете, уже пандемию-то уже там практически в этом году уже никто не вспоминал Ну, нет, просто с точки зрения социально-экономических показателей, да, которые мы видели в пандемийный период Вот это падение повсеместное, вот такая волна продолжается Я думаю, что от господина Васильева немного что зависело Те меры, которые применяло правительство очень сейчас Ну, сложно сказать там, как они сработали Но я думаю, что мы были и не хуже, и не лучше других территорий Да, вот точно так же занижали смертность, занижали количество заболевших Значит, ну, все это было как везде Да, ну, как бы какие-то меры, ну, я не знаю В данном случае я вам скажу, что мне почему-то казалось, что мы постоянно где-то опаздывали там на месяц, на два По сравнению с принятиями решениями И понятно, что когда, по-моему, в 21-м году пошел большой рост в октябре, в ноябре Заболеваемости Заболеваемости, да То все соседи наши там вели в детских садах и школах карантин там за месяц, за полтора Мы до последнего тянули, не принимали решения Что, в принципе, потом и привело к такой волне и такой смертности Что, на ваш взгляд, Дмитрий Михайлович, позволит прийти, так выразимся, в тонус области, да После пяти лет губернаторства Игоря Васильева Насколько грамотные, на ваш взгляд, решения сейчас принимаются В общем, ситуация улучшается Слушайте, ну, сейчас сходу нельзя сказать Или пока еще недостаточное время Это очень рано, значит, я думаю, что всего еще там избранный губернатор и его команда работают полгода Значит, при этом какая-то часть людей работает всего 2-3 месяца Потому что основная группа начала работать где-то уже, наверное, в конце сентября, начале октября После выборов, да? Да, после выборов Я вам скажу, что примерно, думаю, через год мы можем уже подводить какие-то результаты Значит, при этом я вам хочу заметить, что время досталось им не самое легкое и самое простое Мы сегодня видим, что экономика и бюджет начинают сторнироваться Значит, если у нас, как бы, мы видим, как тяжело становится в лесной отрасли в связи с санкциями Значит, плюс наши все соседи, которые на этом очень сильно, как бы, пополняли бюджет Это Костромская, Коми-Республика, значит, вот я тут был в Ярославской, там нефтянка вся встала Там же у них большой нефтяной завод Значит, то все бюджеты начинают очень сильно прожиматься по доходной части Значит, к счастью, Кировская область пока находится в более выгодной ситуации за счет ВПК Да, вот то, что у нас сегодня... За счет заказов Заказов и то, что у нас есть зарплаты, как бы, за счет этого прибавились И то, что есть заказы, то мы такое, как бы, резкое падение пока такого не видим Если мне память не изменят, даже по сравнению с тем годом, мы еще даже по доходной части там прибавили Значит, насколько это продержит, это тенденция очень сложно сказать Но мы точно понимаем, что очень много отраслей, которые реально останавливаются И, конечно, это основная, это лесная, которая тоже, в принципе, для Кировской области одна из важных Значит, как в этом кризисном периоде будет себя вести команда, мы увидим уже, наверное, в мае-юне месяц Ну, то есть спустя год после, да, назначения временно исполнительной организации Да, единственное, скажу, что мы, наверное, за все время впервые поддержали бюджет Кировской области Значит... Фракция, которую вы возглавляете Да Поясните, почему приняли решение такое Значит, смотрите, тут уже очень многие такие доброжелатели, в кавычках, написали про нас А почему, что мы такая оппозиционная партия, там Чтобы якобы кардинально поменяли свои точки зрения, да? Кардинальные отношения, что там какая-то там любовь к помидору, там все там Нет, вопрос очень простой Значит, мы, на самом деле, к этому бюджету очень плотно готовились Значит, прошла встреча фракции два раза с губернатором, значит, с правительством Значит, мы обсуждали практически все темы Мы обсуждали всю доходную часть Мы видели, как расходуется расходная часть Куда она направляется При этом хочу сказать, что, как бы, с нашей стороны были определенные предложения, которые тоже были услышаны Мы писали поправки, они в большинстве случаев тоже были приняты Ну, приведите пример, за что вы с коллегами боролись непосредственно Слушайте, мы боролись вообще за то, чтобы как можно меньше вот эти кризисные действия, которые происходят в стране в связи с СВО и санкциями Сказались на жителей Кировской области Значит, в этом году... Социально ориентированно Социально ориентированно, потому что мы там точно понимаем очень важную вещь Чем вот в какой-то момент бюджет должен поддерживать очень плотно население Потому что до этого такой нужды не было, в принципе, как бы, никто на это внимания не обращал Население жило одной жизнью, там, бюджет жил другой жизнью И, в общем-то, у всех на все хватало Значит, в какой-то момент, когда мы понимаем, что населению становится тяжелее, то именно поддержку, чтобы не сильно экономически упасть, должна оказать областной бюджет Это деньги налогоплательщиков И они должны быть эффективно и качественно так распределены, чтобы люди не тратили дополнительные деньги, допустим, на образование Дополнительные деньги на подарки, дополнительные деньги на тренировки детей, там, и все прочее И хотелось балансировать так, чтобы вообще все, что касается людей, это как-то усилить То в данном случае мы в этом году довольно-таки прилично подняли на проведение различных спортивных мероприятий по деньгам Очень много было принято ремонтов по спортивным объектам, значит, по общеобразовательным, по дополнительному образованию Значит, при этом мы впервые в этом году заложили там на первый-четвертый класс деньги на выделение детских новогодних подарок, о которых мы очень долго говорили В прошлом году была плохая ситуация Да, это была такая вот, знаете, такая вот помощь, да, чтобы родители, значит, вот эти деньги, которые обычно как скидывались родители в садике или в школе И покупали эти там подарки сами, смогли освободившиеся деньги потратить на что-то другое И вот таких приятных вещей должно быть, ну, как можно больше И это все было учтено, это все было, как бы, обсуждено И мне показалось, что понимание у нас было полное И все наши девять депутатов на тот момент приняли решение, что да Будем поддерживать главный финансовый документ региона Будем поддерживать, и самое главное Наверное, впервые я за всю работу, я не увидел, что в бюджете заложены какие-то деньги для определенных схем Для какой-то коррупции, для каких-то там интересов, каких-то определенных коммерческих структур Вот это было Заточенность, да Да, это как, знаете, мы покупали автобусы два года подряд Еще какие-то направления там были Значит, тут на дороге надо бросить, а там сидит Вятавтодор, который все это распиливает И потом работают там на субподряде предприятия, близкие к правительству Кировской области Но вот этого мы в этот раз подозрительности не было никакой И это был, наверное, один из главных сигналов о том, что да Люди на сегодняшний момент, вот сейчас, да, пришли решать те проблемы, которые у нас не только накопились А чтобы они не накапливались И в данном случае, особенно в тот период, когда мы говорим, что ситуация будет в 2023 году непростая И как раз вот эта концентрация сил, концентрация различных точек зрения, она должна присутствовать Потому что когда это все обсуждается и находится оптимальный вариант и всех прислушиваются, то эффект вообще бюджета и эффект работы значительно увеличится В общем, я так перефразирую, все это профилактика, ну, на мой взгляд, да, социальной напряженности Чтобы не было... Ее надо снять окончательно Чтобы она не росла, чтобы люди не задумывались вот об этих, ну, действительно, гнетущих, да, ежедневных мелочах Из которых страну складывается картинка жизни Допустим, как мы должны прибирать город, да, как его украшать Но эти все вещи, они сейчас обсуждаются Плюс идет большая подготовка к 650-летию празднования города Не знаю, будет она, не будет, это еще довольно-таки далеко Ну, активно говорим, готовимся И мы видим, что, в принципе, сегодня и у губернатора, и у его команды есть желание, ну, на самом деле, куда-то сдвинуться с мертвой точки Про которую мы всегда нам, все губернаторы, обещали Ну, в общем-то, мы на сегодняшний день поняли, что, как в песне поется, опять она обещает и ничего не дадут Ну, вот это уже не хочется, потому что, на самом деле, население уже устало Выборная кампания в этом году в городскую думу показала, что... Чуть позже к ней перейдем, да Показатели вообще активности населения показывают, что население находится в депрессивном состоянии Как вы оцениваете кадровую работу руководства региона? Александр Валентинович на еженедельных, понедельничных планерках Не стесняется критиковать активно, да, руководителей Некоторые руководители уже ведомств, министерства уже бывшие, новые люди назначены Вы видите в этом рациональное положительное зерно? Вы знаете, как бы, то, что сегодня вот эти заседания проходят там в онлайне И мы видим, как ведется Ну, наверное, это хорошо Но самое главное, не произойти ту вот грань, где пиар, а где реальные вещи И в данном случае, пока, мне кажется, что губернатору удается, как бы, поднимать те темы и решать те вопросы Которые сегодня, на сегодняшний день, самые-таки проблемные Значит, как будет дальше, все будет зависеть уже не только от губернатора, а от его команды Чем команда будет профессиональнее и сплоченнее, тем результат будет гораздо выше Значит, сегодня оценить очень сложно, потому что, на самом деле, очень много И в этот раз приехало людей новых, неместных Значит, о чем мы много раз обсуждали и говорили, что должен быть какой-то баланс Ну, мы как-то на сей раз менее критично воспринимаем эти, высказываемся о приезжих специалистах Я вам скажу, Владимир, почему, потому что... Как в случае с Васильевым Да, потому что здесь некоторые новые люди, приезжие, они там родом из Кирова Взять же Михаила Анатольевича Сандалова, допустим, да Он еще 20 лет назад работал в правительстве Кировской области, да, он как бы местный и все прочее Здесь немножко другой подход, потому что были приглашены те люди, которые в какой-то момент и из области уехали Плюс, конечно, приехали новые люди Это тоже есть определенный процент И вот сейчас очень важно, чтобы все это заработало, и все они нашли между собой общий знаменатель И именно задача Александра Валентиновича, мне кажется, основная Создать ту рабочую команду, которая будет делать одно важное дело Это развитие Кировской области и создание условий для того, чтобы она развивалась Это главный показатель вообще сегодня Интересное замечание было у Соколова в ходе недавней прямой линии на ГТРК «Вятка» Высказался там Александр Валентинович Согласился на том, что в нашем регионе много было уголовных дел и приговоров, связанных с коррупцией чиновников И он сказал, что пресек попытку создания Киров леса 2.0 Пообещал, что в лесной сфере региона такого больше не повторится Ну и упомянул о том, что активно правоохранительные органы сейчас работают На ваш взгляд, что-то такое Это то, что я, Владимир, начал говорить Увидим, услышим в ближайшее время Я думаю, что вот то, что сейчас, чем занимаются силовые структуры и контрольно-счетная палата Это как раз проверка практически всех министерств и всех государственных предприятий За работу последних четырех лет Я думаю, что и будут снова уголовные дела, и думаю, будут аресты Потому что процесс, который у нас еще, по-моему, начался при Николае Ивановиче Шаклеине Когда он... Во второй половине нулевых Да, он у нас все эти годы как бы шел по нарастающей Мы думали, что там хуже Быкова уже никого нет А приходили люди, которые еще более глобально совершали там же какие-то вещи Которые там, наверное, господину Быкову по его уму даже, наверное, и не снились И он не мог такие схематозы придумать Потому что уровень совершенно другой Мы об этом говорили еще 2-3 года назад О том, что уровень сегодня схем и коррупции Он совершенно поднялся на какой-то небывалый уровень Да, уже никто ничего не стеснялся И это все придется еще нам узнать И я думаю, что это будет продолжаться Вот то, что мы зашли там в середине 2000-х, да, да, вот эти все процессы Они у нас в области, к сожалению, пока идут по такой, по накатанной площади И я думаю, что мы с этим будем сталкиваться в ближайшие, наверное, еще год-полгода Ну, кстати, по Быкову тоже ведь еще в подвешенном состоянии находится Меня спрашивают, уже все начинают про него забывать В марте этого года 8 лет строгого режима Летом на доследствие было направлено Изменены меры содержания В общем, да, и как-то все Затяющие в информационном пространстве Что происходит? Если мы с вами возьмем вообще конкретный вопрос То, что там были заведены уголовные дела Может быть, кто-то кого-то арестовали или посадили Но глобальных дел, кто именно стоял во главе всего И вперед, там, Васильева, и Быкова, и Шаклина По большому счету никто не арестован И никто, как бы, перед судом не встал Вот пример Быкова Потихоньку, помаленьку, уже три года Уже люди начинают про это забывать А результата-то до сих пор нет Значит, дальше там У нас дело Шульгина, там, да Значит, Плитко Ну, там-то решение было три года, три года условно Ну, вот, видите, вот, единственное, что осудили Вот, по Киров-Лесу-2, видимо, что говорил губернатор Это вот вице-губернатор при Васильево, господин Плитко Печально как-то, да Что снова мы столкнемся с этими историями уголовными И снова будем обсуждать Я думаю, что это будут люди очень высокого уровня принятия решения Это точно не директора государственных предприятий Я думаю, что тут вопрос очень Потому что мы всегда об этом говорили Вот, особенно последние три-четыре года И когда мы стали депутатами в том году, да Вообще, то, что происходило и то, что делалось Это, ну, как бы, это какой-то вообще трэш, на самом деле И вот люди государственные, которые принимают решения Которые поставлены руководить территорией И принимать решения во благо Но такое просто делать не могли Вы, сентябрская история этого года, вы помните, да? Фактически, Вятавтодор продает представительство Кировской области в Москве Близкие структурам председателя правительства То есть все наяву, все понятно Все наяву, понимаете? Это один и только эпизод И это же вообще, это цинизм Это фактически в какой-то момент могло произойти так Что пришли там на работу люди в правительство Кировской области И им говорят, извините, у вас здания-то уже нет Мы его продали И я не скучаю, что это так могло быть Ну а если взяли и продали правительство Кировской области в Москве А еще не продать правительство Кировской области в Кирове Еще проще Ну, приходит на ум, да, это словосочетание Акционерное общество, это, не знаю, какой-то вот прям штамп такой Да, да. Нам же изначально, три года назад, представитель правительства в большом интервью сказал, что Кировская область – это акционерное общество. И он все три года этим занимался. Он создал реальное акционерное общество. Это породило, конечно, да, бурю негодования. Я думаю, что это главный фактор снятия вообще Васильева и непродления его срока на второй срок. Это вот та же самая история, как при Николаю Ивановича Шаклея. Все были уверены, что Николай Иванович получит второй срок, но именно тогда создание, по тем временам назывался ККБ, Крепостнов-Гозман-Березин, вот эта группа, которая была, создание ее не позволило Николаю Ивановичу получить второй срок. Та же самая история произошла с Васильевым. Как раз и действие того, что было создано акционерное общество имени Александра Анатольевича Чурина, не позволило Васильеву получить второй срок. Я не знаю, если бы он получил второй срок, и то, что они затеяли, и то, что они планировали сделать, я думаю, что через 4-5 лет от Кировской области ничего бы не осталось. Вот такие невеселые выводы делаем мы с Дмитрием Русских, депутатом областного ЗАГСобрания. Первая часть нашей встречи заканчивается. Программу нашего «Особого мнения» мы продолжим очень скоро. Особое мнение на 101-FM Дмитрий Русских, депутат областного ЗАГСобрания, руководитель фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Давайте, Дмитрий Михайлович, поговорим о том, как меняется ситуация в городе. В этом году у нас и выборы были в городскую думу, и новый глава администрации у нас, и исключительно положительные вроде бы отзывы. Мы слышим о работе Александра Валентиновича. Губернатор Александр Соколов уже неоднократно говорил о том, что, перефразирую так, надо поменьше работать, пусть замы работают, да, поберегите себя, Вячеслав Николаевич. Ну, знаете, в 4-5 утра свежее видео в телеграм-канале у Вячеслава Николаевича, где он идет и показывает, что видит перед собой, но это вызывает, конечно, уважение. Он, как бы, этим, наверное, всем нам и кировчанам близок, что он... Вот мы дождались, наконец-то, народного администрации своего парня такого. Который вот реально знает проблематику, который готов, как бы, с ней разбираться, но единственное, что Вячеслав Николаевич, что ему говорит губернатор? О том, что, как бы, надо ведь правильно организовать рабочий процесс, чтобы не только вы по утрам ходили, а чтобы вся администрация работала, потому что, ну, у одного человека сил на это не хватит. Да, вот через год мы, если при таком ритме, мы можем, там, ну, не знаю, Вячеслава Николаевича где-то потерять. Тут это фу. Да, нет, я не в этом смысле, ну, не дай бог, конечно, а то, что, ну, как бы, в таком ритме очень сложно работать. У него юбилей в следующем году, где 50-50 лет будет. Да, да, да. Ну, вот он 50-50 должен быть хорошим, мудрым руководителем, который сможет организовать процесс. Именно тот, который он сам, в первую очередь, видит, да, и то, что видят кировчане. Тем более, кировчане сейчас могут легко до него донести вообще свои проблемы, что они хотят. Он в этом плане, человек у нас открытый, значит, ходит без охраны, не как некоторые товарищи. Да он встречу себя в комментариях назначает, там, в телеграм-канале, там, можете подъехать в такое-то время, подъезжайте, пообщаемся. Самое главное сейчас правильно организовать работу, собрать хорошую команду и, на самом деле, все условия для того, чтобы город все-таки как-то возродить и еще раз подготовить к 650-летию у Вячеслава Николаевича все эти вопросы. Есть люди-то, которые достойны, могут стать членами команды, работоспособной, эффективной? Насколько серьезно, на мой взгляд, надо перетряхивать? Я думаю, что Кировская область, она богатая область, особенно на людей. Конечно, они есть, просто надо их найти, надо их привлечь, надо их заинтересовать. И, конечно, здесь всегда же возникает куча проблем. У нас же всегда есть эти группы влияния, и каждая группа влияния пытается засунуть каких-то своих людей. Вот как вот в этом группе влияния разобраться Вячеславу Николаевичу и не набрать тех, от кого ждать нечего, кроме беды? Вот это очень важный вопрос. И, конечно, я думаю, что этот опыт у него со временем придет, но на это тоже потребуется определенное время. А так, мы все-таки видим, что с его стороны старание большое. Администрация пытается работать в этом году и со снегом, и с тротуарами, и со всем. Там все прямо, ну, видно это. Ну, ничего страшного, если мы человека похвалим, лишь бы не перехвалить. Значит, что касается города и городских выборов. Да, насколько они, на ваш взгляд, изменили политический расклад или не изменили его? Вы знаете, как бы он на самом деле не изменился. Значит, мне показалось, что город Киров вообще очень сильно устал от выборов. Значит, и та низкая явка, которая была в этом году на городских выборах, показывает о том, что интерес кировчан и, главное, что вера и надежда в депутатах, она уходит все быстрее и быстрее, чем мы думаем. Значит, мы в этом году там провели очень большую выборную кампанию с нашими кандидатами от партии. И я с ними очень много встреч провел. Ну, мы примерно понимаем всю проблематику, которая сложилась. Значит, это, конечно, жалобы на ЖКХ, это на управляющие компании. И во многих районах начался просто какой-то бум с тем, что, в общем-то, нашествие крыс. Что для меня это... Нашествие крыс? Нашествие крыс, что у них просто идет какое-то нашествие. И плюс, конечно, люди хотят иметь хорошие парки и скверы. Молодежь хочет иметь хорошие тротуары для того, чтобы можно было кататься и на роликах, и на велосипедах, на самокатах. Ну, запрос на самом деле есть, но активность людей, к сожалению, падает. Значит, и мы сегодня четко видим, что с этим надо что-то делать, потому что еще немного, и через 2-3 года на выборные кампании ходить уже никто вообще не будет. Да, то вот эта потеря веры и надежды вообще... В следующие 2-3 года выборов вроде бы не ожидается по плану. Нет, ну, у нас же ближайшее время через 4 года, да. Если мы так будем двигаться, и то если у нас средняя явка была в городе в этом году, там, 17-16%, в Найданске чуть повыше, да, то потом это будет 10-12%. И есть другая проблема очень большая. Обычно на встречи выходили активные жители домов, в основном это старшие по домам там, да. И вот мы даже среди них видим очень много людей, которые на самом деле там 2-3 года пытаются вытянуть там дом, двор из какой-то там беды, и тоже сталкиваются с большими проблемами и с соседями, и с управляющей компанией, и с администрацией города, и с территориальным управлением. И у этих людей даже у них как бы полностью вот этот настрой, и вот эта вера, она уходит. Огонек. Огонек гаснет, да, да. И это очень опасная тенденция, потому что в данном случае многие сегодня говорят о том, что, ну блин, ну мы как стенкой бьемся об стену, и результатов никаких нет, и помощи никакой нет, и все прочее. И вот если мы не будем поддерживать этих молодых, в основном, кстати, я заметил, что сегодня такая тенденция, что старшие по домам вообще в городе, это в основном девушки от 30 до 40 лет. Очень много... Не знаком с ситуацией, к сожалению, да. Да, у меня это очень сильно поразило. То у нас сегодня движущая сила, это вот такой возраст девушек. Ну это очень такая приятная история, потому что вот реально сейчас, где что-то происходит... У нас в России все зачастую держится на хрупких женских плечах, что называется. Да, женские плечи, они тут, конечно, вот я хочу женщин всех из города Кирова поздравить с наступающим Новым годом, мы вас очень любим, вся надежда только на вас. Я очень сожалею, что сегодня во власти очень мало женщин. А вот жизнь показывает, что мы должны этот процент менять. Глава-то города у нас, собственно, осталась. Ну глава города. Глава города особый разговор. Так что глава города, к сожалению, у нас ни на чего не влияет. Дмитрий Михайлович, пару минут остается. Я знаю, что вашим мнением дорожат и ценят его в плане бизнеса, предпринимательского сообщества. Ваши прогнозы, насколько вы оцениваете положительным этот шаг по... Ну вы же принимали, собственно, на три года эти налоговые вещи. И сейчас у нас вроде как декларирована одна из задач, это вернуть ушедших бизнесменов в другие регионы, вернуть их обратно. Вот две минуты, пожалуйста. Ну, смотрите. Ваш взгляд. Конечно, это не то, что мы на самом деле добивались. Это первый шаг. Все-таки мы считаем, что мы должны больше уделять внимание малому бизнесу, в первую очередь малому. Объясню почему. Потому что сегодня малый и средний бизнес – это рабочие места. Вот крупняк – это налоги. Но, как практика показала, что малый и средний бизнес еще и дает плюсам еще к рабочим местам, еще и налоги. То, конечно, нам бы хотелось, чтобы мы все-таки были в лидерах в Российской Федерации по отношению к малому и среднему бизнесу. Я думаю, что как бы это нам под силу. Значит, бизнес у нас хороший. Значит, конечно, он в 2023 году будет сталкиваться с определенными большими трудностями. Это будет, конечно, и падение уровня жизни, и, конечно, и продажи упадут, и вот то, что я сейчас говорил про лесников. Значит, везде очень все непросто. И еще раз тут возникает вопрос. Большое участие правительства Кировской области именно для того, чтобы удержать вот этот тренд, который у нас многие годы формировался в городе Кирове и Кировской области, что у нас прекрасный и хороший малый и средний бизнес. Если мы его сохраним и удержим, значит, мы сохраним рабочие места. Значит, у нас не будет безработицы, значит, у нас не будет такой миграции, как сегодня происходит. Потому что в основном малым и средним бизнесом работают молодые люди. Вот, пожалуй, и лозунг на наступающий 2023 год. Поддержим малый бизнес, сохраним рабочие места. Я думаю, что мы должны поддержать и малый и средний бизнес, и население, и все сделать для того, чтобы вот эти все негативные эффекты, которые вполне сегодня по экономике и по социальной жизни, мы должны их как минимум сбалансировать так, чтобы люди, по крайней мере, не стали хуже жить. Спасибо, на этом завершается время нашей беседы. Спасибо всем. Еще раз всех нового года. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Особое мнение на 101FM